Волощук Уважаемые любители рок-музыки, хочу рассказать вам об одной из достопримечательностей Камчатки. Это береза Эрмана или каменная береза. Обратите внимание какой у нее цвет. Тут целая роща такой березы. Она такого именно каменного цвета. Если у нас белая береза и даже в песнях везде белая береза поют, то здесь она такого как каменного цвета. Это очень интересное дерево, очень интересное растение. Открыл ее еще в 18 веке француз Эрман такой исследователь был. Поэтому она так и называется береза Эрмана. Ну или второе название каменная береза. Почему называют каменная береза? Потому что она настолько плотное дерево, что оно тонет. Она тяжелее воды по плотности. И она очень долго живет. Тут некоторые особи здесь есть, возят даже в Петропавловске и Камчатском к одной березе, которая более 300 лет. Показывают ее. Но говорят, что они живут и по 500 лет, эти березы. И со временем, с годами, где-то после 150-180 к 200 годам, они еще более темнеют и становятся действительно такого каменного цвета. Вот такое вот интересное здесь растет дерево. И мы много ездили по Камчатке, они везде. Целые рощи их. Видите? Посмотрите, прям заросли берез этих. Они такие, знаете, живучие. Мы сейчас подъедем к Халактырскому пляжу. Там тундра. И говорят, что они такие от ветра все покореженные такие. Но выживают. То есть к жизни, к солнышку тянется все живое на этой земле. Пытается зацепиться и выжить. Вот так и рок-группа Волочук АСД всеми силами идет к вершинам рок-н-ролльной славы. Уважаемые любители рок-музыки, продолжаю рассказ о местной растительности. Вот это вот такой типа мох. На самом деле это не мох, это ягода. Такой маленький кустарничек. Называется она шикша. И вот, видите, здесь такие черные ягодки. Они съедобные. Они вкусные. Видите? Я сейчас ее съем. Я же всеядный. Я могу съесть все, что угодно. Мясо, рыбу, ягоды. Я кору могу есть. Я такой, я кусючий. Смотрите там, хейтеры, держитесь. Но я про нее, про шикшу. И не просто так вам рассказал. А я рассказал вам про нее потому, что вот здесь есть новомодное поселочек. Называется шикша. Это новомодное явление в сфере отдыха и туризма. Вот эти вот глэмпинги. Это такие вот, видите, на помостах. Ставятся такие палатки. Ну, такие прям целое строение. Ну, вот видите, там написано шикша. На самом деле ягодка вкусная. И вот эти вот такие палатки, домики. Натяжные, легкие. На самом деле в них можно жить и днем, и ночью, и зимой, и летом, и весной, и осенью. Потому что там внутри есть отопительные приборы. И они вот такими живут здесь колониями. У них есть даже свое кафе. Мы сейчас пройдемся, покажем. И, видите, печка, плита такая готовит. Пойдемте, посмотрим. Нам разрешили. Пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки, пойдемте посмотрим, что это за чан у них. Так это ж купель. Вот они, подогревают. Видите, подогревают. Дровишки туда. И потом сюда. Здесь, смотрите, как удобно сделано. Зайти нужно подняться по ступенькам. И посидеть, понежиться. Ну, согласитесь, прикольно. Природа вокруг. Красота. Шикша внизу. Собирать можно ягодку. Класс. И в палаточках потом пожить. А там у них кафе. Сейчас пойдем посмотрим. Уважаемые любители рок-музыки. Но особенно здесь, в этой воде есть. Она морская. Они ее привозят. Здесь рядом Халактырский пляж, куда мы едем. Они подвозят морскую водичку, подогревают ее и нежатся здесь. Ну, молодцы. Что ты сделаешь? Русский народ, он везде найдет, где пропитание, все, где жить. В любых условиях. Вот так бы я сказал. Наши люди нигде не пропадут. А пойдемте глянем, что там внутри. Пока нас еще не выгнали. Пойдемте посмотрим. По Шикше пройдемся. По Шикше. Ну, вы. Я надеюсь, нас извинят местные жители. Мы посмотрим, как здесь все устроено. Заглянем. Так что, видите, тут с комфортиком, гляньте. И кибаны всякие. Все красиво. И окошко прям на всю стену. Прикольно. Согласитесь, классно. Все интересно. И люстра. Все хорошо. Так что, вот такое комфортабельное жилье здесь. Посреди тундры. Спустился вниз в Шикше на Урал. Поел. Все четко. Чайку заварил. Внутри комфорт. Прозрачные стены. Такое целое стекло, по сути дела. И вот, видите, снизу стоит газовый баллончик. А там внутри проводок. Там плиточка стоит. Там готовить можно тоже. И подогревать дом. Так что, вот так вот. И пойдемте еще посмотрим. Здесь еще помимо Шикше растет и жимолость. А жимолость, ну вы же знаете, это вкуснейшая ягода. Пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки. А вот она, жимолость. Видите, вот они ягодки. Растут всякие. Вот они. Вот, видите. Сейчас я их нарву чуть-чуть. Нарву. И покажу вам. Вот, видите, я нарвал их. Гляньте. Вкуснейшие. Вкуснейшие. Это прям есть надо. Не отходя от кассы. Кисленькая. С горчинкой, правда. Чуть-чуть. Поэтому. Русский мужик не пропадет нигде. Везде есть ягода. Везде есть Шикша. Везде есть рыба. Тут море рядом. Там мы приехали на характерский пляж, напоминаю вам. Сейчас мы туда подойдем. Будем там загорать. Ну и есть что-нибудь и посерьезней. Птички всякие. Медведи, лоси. Так что, пропитание тут есть. Ну, а для комседала, то еще и киты плавают. Они умеют их бить. Ну, приятно вот здесь вот после теплой ванны выйти и посидеть на прохладном воздухе морском и поесть сжимовость. Красота. А вы не хотите ехать на Камчатку. Вы делаете большую ошибку. Уважаемый любитель рок-музыки, на Камчатку надо ехать. Билеты подешевели. Правительство датирует перелет. Поэтому бросайте все эти Турции и Арабские Эмираты сюда. Тут прям экзотика. Красота. Комары кусаются. Вот так вот все. Пойдемте, глянем столовую. Ну, если вы обратили внимание, то тут обустроен целый городок. Здесь и душевые, и туалеты. Все четко. И средства индивидуального транспорта. Скоростного. Горного. Вот они. Вездеходники такие, велосипедные, байсиклы. Ну, а сзади кафе обустроено. Мы туда, наверное, заходить не будем. Или зайдем? Я надеюсь, нас не выгоняют. Пойдемте. Здрасте. Добрый день. Ну, вы разрешите нам зайти посмотреть, как вы живете? Да, вы что? Вот уходите. А мы думали, тут люди особые. Вот с той стороны, да. Не особые, тут русские люди. Семенова, тут русские люди, такие же, как мы, оказывается. Ничего не боятся. Не боятся ни комаров. Ни голода, ни холода. А это плохо такое? Там и целый стиль видения. Спасибо. Спасибо. Так что, вот смотрите, какая красота. Ну, прям прикольно. Главное, уютно. Все хорошо. Класс. Мне очень нравится. И тут даже есть солнечные батареи. Вы видите? Цивилизация и прогресс совмещается с диким отдыхом. Вот в чем суть глэмпинга. Правильно? Правильно говорит. Вот в чем, будем говорить, прикол этого вида отдыха. Цивилизация и прогресс соединились на берегу Халактырского пляжа. На зарослях шикши и жимолости. Поехали на пляж, потому что горит душа рокера. Хочет окунуться в Тихий океан. Вот, ну, что я могу сделать? Ну, горит душа. Поехали. У них тут даже ручной мишка есть. Видите? Косолапенький. Бурый. Я его поглажу. Он не кусается. Вы не бойтесь. Думаете, что он меня кусает? Нет. Он хороший. Хороший. Стоит, охраняет от врага. А я же свой. Вы же понимаете, что я же русский рокер. Я же свой. А помните фильм «На гребне волны»? Как же он мне нравился. Вот такой фильм. Обалденный. Так что люди здесь еще и на гребне волны умеют ходить. Не только по шикши. Пошли ей. Дизелечки. Дизелечки. Электричество вырабатывает. А без электричества куда сейчас? Никуда. Особенно, если ты рокер и привез с собой электрогитару и усилитель. Тут обязательно надо. А тут половина рокеров живет. Уважаемые любители рок-музыки. Я знаю, что вы обязательно спросите. А сколько же такое удовольствие стоит? Кого-то, может быть, я обрадую, что это совсем недорого. А кого-то, может быть, и огорчу, что это не так дешево, как хотелось бы. Все-таки это не дикий пляжный отдых в палатках, как это практиковалось в Советском Союзе. Помните? Бесплатный отдых дикарем. Мы с студентами, к примеру, любили рвануть куда-нибудь в Крым под Судак или Новый Свет. А это элитный дикий отдых. Глэмпинг – это сложносоставное слово от слов гламур и кемпинг. То есть это гламурный модный кемпинг. Это отдых вроде бы в условиях дикой природы, но не уступающий по комфорту хорошим отелям. Поэтому и стоит такой отдых недешево. Но опять-таки, смотря для кого как. У кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий. Приведу вам расценки именно этого глэмпинга Шикша. Аренда шатра в будние дни – 11 тысяч рублей в сутки. Аренда шатра в выходные дни – 13 тысяч рублей. Аренда того банного чана, который мы вам показывали – 10 тысяч рублей на 3 часа. Вместимость – 8 человек. В этом лагере всего 10 шатров с панорамными окнами и террасой. А также с оборудованной зоной для барбекю с мангалом и мебелью. Внутри шатра, как вы уже видели, стильный дизайнерский интерьер. С двумя одно- или одной-дву спальной кроватью. Дополнительное спальное место стоит 2000 рублей в сутки. Завтраки входят в стоимость проживания. Но кухней можно пользоваться и готовить самому. А можно оплатить трехразовое питание, которое будет готовить для вас профессиональный повар. По принципу «как дома». Дополнительный завтрак стоит 700 рублей. Обед и ужин стоят от полутора до двух тысяч рублей. В зависимости от меню. Ну вот, про глэмпинг Шикша мы вам все поведали. Но не рассказали о самом главном. О том, что здесь совсем рядом, в 100 метрах, находится знаменитый Халактырский пляж. С черным вулканическим песком. Куда, в принципе, мы и ехали. А лагерь Шикша нам просто попался по дороге. И мы решили вам про него рассказать так, попутно. А вот про Халактырский пляж мы будем рассказывать завтра. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И до встречи на пляже. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащу. Иван без цензуры.